Ну что, я снова всех приветствую, на связи Флоди, и это, можно сказать, неожиданный ролик по гринтэйчу на моем канале. Многие просили, многие ждали, и, наконец, это случилось. И так как это первый ролик за долгое время моего отсутствия на проекте, мы сегодня посмотрим, что на нем изменилось за это время. Для тех, кто в танке, вкратце расскажу, что такое гринтэйч и с чем его едят. Проект существует с далекого 2012 года, и уникален он тем, что это один из самых рпшных проектов в КРМП. Люди, которые здесь играют, действительно шарят за рп. Все соблюдают ПДД, отыгрывают свою роль, в общем, все, как в реал лайфе. Так что, я думаю, проект тебя действительно заинтересует. Поэтому, скачивай и устанавливай посылки в описании, заходи на сервер, проходи регистрацию и мини-пункт реферальная программа Вадим Моник на МВД Савли Патч для получения бонуса на старте игры. Ну, а я больше не смею вас задерживать, всем приятно, аптек, кто кушает, и приятного просмотра. Итак, ребят, вот получается, я уже и на сервере, и я где-то вот заспавнился посреди Арзамаса. Вернее, не посреди Арзамаса, а где-то на его окраине. Так, давайте ее мы отметили, и она у меня, ага, она у меня находится возле автошколы. Бежать, конечно, далековато надо будет. Вообще, так-то можно сейчас будет вызвать такси. А, у нас свободных водителей нету. Ну, тогда придется мне, получается, бежать пешком. Короче, по поводу планов на этот ролик, я думаю, что сегодня мы так посмотрим, что у нас вообще изменилось за время моего отсутствия. Я хочу сказать, что многое реально изменилось. Вот добавили, вот, к примеру, вот такие вот ямы у нас на дорогах, что довольно-таки РП, смотри, тут какая-то уже колонна чисто едет. Какие-то бандиты шо-либо шо-либо шо-это. Либо чисто автолюбители, не знаю. Короче, у нас карта вообще очень хорошо так преобразилась, я хочу вам сказать. Вот, допустим, ну, опять же, вот добавили ямы, которые стоит объезжать. Также у нас там добавили очень много машин, а также много чего изменили. В общем-то, сегодня мы это все посмотрим, так скажем. Конечно, на сервере у нас сейчас пустовато, у нас сейчас сколько? 43 игрока, но это у нас, учитывая то, что сейчас у нас, можно сказать, утро, еще не все зашли. Под вечер здесь, как я заметил, бывает около 200 игроков. Наконец-таки я вижу свое языче, ребят. Вот мне интересно, за время моего отсутствия не слили ли с нее бензин? Ой-ой-ой, ну колесико, как я вижу, тут у нас пробили, да, получается. Еще номеров у нее нету, что-то. Ну, понятно, ребят, короче, сейчас надо будет ее восстанавливать. Вот я как вспомнил, в этой в автошколе мы очень долго сдавали на права, когда я только начинал свою игру. Так, давайте заведем ее. Ой, коробка передач вот эта ваша. Так, а как мне, собственно, переключить передачу без нумпада, типа? Короче, ребята, я разобрался, как переключить передачу без нумпада. Значит, для тех, у кого такая же клавиатура, как и меня, тоже без нумпада, то, значит, заходим в настройки. Настройки, настройки управления. Изменить управление и управление транспортом. Здесь мы, получается, меняем спецклавишу вверх, а также вниз. Теперь у нас вроде как все работает. Да, все, передача у нас отлично переключается. Значит, можем теперь отправляться, получается, смотреть на введения, которые были введены. Короче, получается, колесики я-то подкачал, так бензин, оказывается, не слили, что прям очень хорошо. И, кстати, я не знаю, вот я вот еду, а на капец как шлифуют. То ли из-за того, что это у нас снег, либо же просто, ну, потому что бэха такая по себе является. Ну, скорее всего, из-за того, что вот у нас, типа, гололед на дорогах, поэтому надо ездить аккуратно. Вообще, я хочу сейчас, наверное, так, а поворотники как переключать-то? С поворотниками, правда, я не разобрался, кто знает. Вот смотрите, блин, просто дорога, я не знаю, вот что произошло, тут будто бы, я не знаю, будто бы бомба, если честно, упала, чисто дорога, я не знаю, что с ней произошло. Это, наверное, так специально сделали, чтобы по ней особо не разгонялись и не гоняли. Так, лежачие полицейские, капец, неудобно, ребят. Капец, там еще, я ланзер еще там чуть не подрезал. Вот только зашел, я сразу не привык вообще, ребят, как-то к управлению. Надо сейчас вообще номера поехать зарегистрировать на языче. Капец, ребят, просто, как же она у нас шлифует. Ну, я что-то думаю, это что у нас можно, наверное, поменять шины на зимние. GreenTech, он как бы у нас достаточно такой РП-шный проект. Я думаю, что здесь такое возможно. Кстати, вот здесь есть вот GreenService, к которому мы сейчас заедем обязательно. Не, ну, кстати, вот вроде как онлайна нету, но вот в основном все, вот как я вижу, вот в Разомасе, вот на центральной улице вот катаются, что-то тут делают. Так, получается, заезжаем давайте. Попробуем поставить сюда, я не знаю, что вообще можно будет. Так, а вот, получается, шиномонтаж нам, наверное, сюда. О, кстати, день еще наступил так резко, я не знаю, надо будет привыкать сейчас теперь. Итак, получается, значит, у меня, ух ты, смотрите, значит, тут у нас состояние колес, оказывается, есть. И можно установить зимнюю резину, получается. Давайте мы ее установим по-любому, потому что, ну, это нереально. Я думаю, что сейчас у нас она не должна так шлифовать, не должна так ехать по льду, будто бы. Ну, и как я понимаю, да, у нас зимняя резина установилась. Да, все, ребят, она у нас теперь уже едет, вот можно увидеть как. Кстати, можем еще вот заехать вот в этот бокс. Я, правда, не знаю, что у меня вообще по тачке. Давайте проведем диагностику, и у нас подвеска просто нулевая, что? Либо это просто ноль из-за того, что она хорошая. Непонятно немножко. Так, катушка зажигания, топливная система. Короче, у нас, в принципе, машина хорошая. Еще вот целочка, можно сказать. Конечно, вот колесико вот второе у нас немножечко подспустило, можно сказать. Конечно, мы можем, наверное, заменить эти колеса, но я просто не вижу в этом никакого смысла. Вроде бы, как она и так ездит у нас. Так, у нас тут ребятки еще приехали в очередь, как встали, ребят. Блин, ребят, тут все просто соблюдают, это как-то непривычно, если честно, после провинции, после других проектах вообще. А мне надо в МРЭО. Мне надо в МРЭО, как я понимаю, поставить номера, поехать. Если не ошибаюсь, то вот мы сюда вот вроде как повернули, вроде прямо. Ой-ой-ой, а что с колесом-то? Ха-ха, оно у меня сломалось, ребят. У вас деформировалось колесо из-за проезда ямы на высокой скорости. Охереть, вот это реализм. Что делать-то, ребят? Что, ехать за колесом получается новым? Капец, я просто в шоке. И неужели тут реально настолько все проработано, что реально вот такой реализм? Мне, наверное, надо на аваричке так аккуратненько двигаться. Потому что с колесом пробитым ехать, сами понимаете, это такое себе. И по факту вот GreenTech, он такими системами как раз-таки и уникальный проект. Но, к сожалению, здесь играет достаточно мало игроков, что прям очень обидно. Я надеюсь, что у меня вот другие колеса же не будут ломаться от того, что у меня одно сломано. Главное, чтобы менты нас не остановили. А то если остановят менты, то нам там, ух, как жестко будет. Получается, заезжаем на шиномонтаж и, получается, ремонтируем второе колесо у нас. Не, ну вот это, вот это реально реализм, ребят, которого нету на других проектах. Так, все, колесико нам починили, ребят, уже хорошо. Так, что получается, мне надо сейчас все-таки доехать до Мрео, главное аккуратно. Честно, мне нравится, ребят, вот такой реализм реально, вот он есть только на GreenTech. Такие ямы, я правда не знаю, почему их так много, этих ям. Неужели, ну, дорожные службы, что ли, не работают? Получается, паркуемся так аккуратненько. Глушим наш автомобиль, все, закрываем. И, получается, идем ставить номера, если не ошибаюсь, то они ставятся как раз-таки здесь. Что у нас вообще здесь есть, это кабинеты? Так, это какой-то конференц-зал, не, походу, все-таки они ставятся у нас не здесь. Это, как я понимаю, просто у нас отдел полиции, а Мрео у нас где-то находится в другой стороне. Итак, у нас, получается, есть Мрео экзамены и Мрео переоформление. Вообще не знаю, честно, где ставятся номера, потому что, ну, я просто не знаю, реально. Вообще, как я знаю, в Мрео, ну, просто экзамены. Ну, вот экзамены у нас здесь, может, реально здесь где-то ставятся у нас? Узнать бы у какого-то игрока, но просто я здесь никого не вижу. Так, давайте, что у нас здесь есть? А, вот, получить номер, да, всё-таки у нас это, у вас нет страховки. А где тогда страховку-то получается у нас? Короче, не знаю, давайте, наверное, сейчас отправимся в город, именно на центральную улицу. Я надеюсь, что там будут какие-то прохожие, у которых можно будет узнать, где, собственно, ставится страховка. Ой, чувачок там тоже колёсико себе сломал, ну, соболезную мужик. Так, вроде как я там вижу людей. Давай сейчас подойдём, спросим. Мужики о чём-то общаются, как я понимаю, какие-то деловые на мерсах, вот. Давайте, пойдёмте ставим свои пять копеек. Мужики, приветствую. Чё ты влез-то между нами? Извините, пожалуйста. Нужно узнать, где вот страховка оформляется. Бог простит, страховка за углом, вон, показывает пальцем в сторону. Всё, мужики подсказали, так. Так, влез между ними, но, ребят, ничего. Главное то, что я узнал, где у нас ставится страховка. Да, всё, страховая компания, ЕЗЧ выбираем. Так, и получается, видите, насколько дней хотите уплатить страхование. Нихера, 550 рублей за день, у меня всего лишь-то вот 240 тысяч на руках. Давайте на дней пять, я думаю, купим её. Вообще, мне главное просто поставить номера, но, как я понимаю, то, скорее всего, эту страховку обязательно нужно будет проплачивать, потому что, если её не проплачивать, то товарищи ГИБДД остановят, спросят вот про страховку как раз-таки. А вот, кстати, и УВДшники, либо что это, и, скорее всего, могут и оштрафовать за то, что у меня её нету. Так, ну а сейчас, получается, мы вновь отправляемся в МРЭО. Так, получается, всё, приехали вновь в это МРЭО. Давайте тут, опять же, припаркуемся. Поставим всё-таки номерки себе. И, получается, мне выпали МСХ-219 с регионом 152. Вообще, я как-то на какие-то блаты, в принципе, да и не рассчитывал. Мне главное просто, чтобы какие-то номера, чтобы нас не ловили сотрудники полиции, чтобы нас не останавливали. Поэтому, ну, пускай будут. Но сейчас, наверное, я предлагаю вам поехать посмотреть вообще, что у нас за Арзамасом. У нас там вроде как изменили дорогу с Арзамаса до Анашана. Итак, вот, получается, та самая дорога, которая у нас ведёт на выезд Арзамаса. А вот, кстати, в этом здании я получал документы. И тут, вроде бы, такого не было. Ну, по крайней мере, тут не было настолько раздолбанной дороги. Ну, реально, будто бы бомба какая-то упала здесь. Ну, вроде как за городом уже у нас дорога получше. Ну, пока что, вроде как, что-то доизменилось, реально. Но, вроде как, и нет. И вот только я въезжаю в Арзамас, сразу тут нас встречают ямы. Вот, в отличие от Южного, Арзамас, я не знаю, какой-то ямный город, если честно. Собственно, посмотрим, что у нас тут добавили. Но такого у нас раньше точно не было, когда я ещё играл. Ну, да, этого берега, как я помню, у нас не было. То есть, его добавили вот буквально недавно. Не, ну, слушайте, я вот сейчас так проехался. Вот вообще, вот вдоль Арзамаса, вдоль берега его. Вот сейчас тут ещё проезжаю вокруг жилого комплекса. Ну, реально, как-то классно, реально. Но всё равно, я не пойму, почему здесь так много ям. Поэтому, те, кто знают, напишите, почему так много ям в городе. Вот и подошёл ролик к концу. Сегодня мы немного покатались по карте. Посмотрели, что изменилось за это время на проекте. Хоть и не всё, успели заценить. Если вам понравился данный проект и вам хочется видеть больше роликов по нём, то давайте вы поддержите видео лайком, напишите комментарий. Ну, и, естественно, скачайте и установите GreenTech на свой ПК. Ссылочки, к слову, находятся все в описании. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч. Ещё увидимся.